здравствуйте дорогие телезрители в эфире передача дидактика я ее ведущий василий павлиди сегодня среди замечательных гор и лесов сандыктау ского района мы посетили детский круглогодично оздоровительный лагерь жаз даурен и приехали мы сюда не просто так здесь проходят дебатные соревнования давайте же войдем внутрь и узнаем как проходит этот самый турнир и вообще в принципе узнаем как поживает сейчас данный оздоровительный лагерь какие тут работают люди и какие ребята здесь отдыхают история села сандыктау неразрывно идет с историей этого заведения сандыктауский район появился на картах только в 1929 году но к тому времени уже 9 лет как существовал и функционировал местный детский дом за вековую историю учреждения преобразовывалось однако несмотря ни на что контингент оставался неизменным это были дети сейчас здесь располагается один из немногих лагерей для обучения и оздоровления где можно пребывать круглый год и я думаю акмолинская область будет лидером в этом направлении так как мы этот лагерь работает круглогодично и судя потом что как дети сюда стремятся попасть желающих сейчас нет отбоя поэтому каждый ребенок хочет прийти конечно особая благодарность тому что управление образования акмолинской области организовала этот проект направление подготовила уладала или абсолютно бесплатно дети приезжают у них получается как бы учебно-тренировочный такой сбор мы работаем и других направлениях это туристка краеведческая работа у нас проводится у нас творческие проводятся мероприятия для детей конечно каждый ребенок здесь можно найти то любимое дело которое здесь может заняться в свободное время от учебы тот день когда мы приехали в жаз до урения проходил областной дебатный турнир среди студентов колледжей каждый из участников старался как можно четче и правильнее донести свои мысли по определенной теме каждое выступление оценивали судьи из числа студентов и организаторов дебатов всего в дебатном турнире приняли участие двадцать две команды и сорок четыре студента я являюсь преподавателем высшего педагогического колледжа города щучинска и учителем казахского языка и литературы в средней школе главный судья этого турнира в русской лиге данный турнир проводится с 30 по 31 января с целью активизации дебатного движения в окмолинской области организованного центром талантов окмолинской области в русской лиге соревнуются 16 команд 13 команд в казахской лиге сегодня проходят финальные игры данный турнир проходит круглый год на базе детского оздоровительного лагеря жас даурен очень красивое здание все условия созданы для обучения отдыха мы надеемся что в будущем такие конкурсы продолжатся мы очень рады участвовать в дебатах участие в дебатах способствует формированию таких важных качеств как внимательность сосредоточенность и мгновенная реакция умение выступать и защищать свою точку зрения слушать и уважительно относиться к мнению других все участники студенты колледжей окмолинской области в основном они представляли кукшетау и щучинск каждый из дебатеров смотрит на данный турнир по-своему мы же решили узнать у ребят об их впечатлениях от соревнований это была очень интересная игра я считаю что подобные дебатные турниры нужно проводить чаще вот эти два дня были безумно насыщенными прошла проходил дебатный турнир и хотела сказать спасибо организаторам что провели для нас такое мероприятие это безумно классно и круто то что для молодежи в нынешний момент есть такое продвижение то что выездные такие соревнования или так далее то есть это как плюс нам замечательно в дебаты я пришла года два назад наверное это просто начиналось с просмотра потом какие-то межколичные соревнования это меня заинтересовало как интересный процесс то есть мы за эти два года научились достаточно хорошо отстаивать свою точку зрения не бояться говорить на публике это безумные плюсы для дальнейшей нашей возможно если у кого-то какая-то будет медийная жизнь то это безумный плюс для этого в дебаты я поступил не так давно буквально два года назад первый же день я немного обучился кейсу на второй же день меня взяли на соревнования где мы благополучно заняли второе место это дало мне такой толчок как бы мне сказали что это моя степь я продолжу заниматься вот сегодня мы здесь я финалист надеюсь конечно на первое место но думаю вы осилили играю в дебатах я впервые в своей жизни но уже очень интересно прошел финал наверное буду продолжать развиваться в этой сфере очень интересно что будет дальше и кто победил впервые пришла на дебаты два года назад в первый раз когда я приехала я увидела свое мастерство в этом соревновании тогда мы заняли второе место и после этого успеха я поймала азарт а потом сама пришла и сказала возьмите меня сегодняшний турнир прошел очень хорошо мы прошли в финал и надеемся заполучить первое место дебаты очень интересная игра и мы хотим сказать юным любителям дебатов которые смотрят нас присоединяйтесь к нам выражаем огромную благодарность алтынбеку дагестанула и мирамбеку кудайбергенула едем на сегодняшнюю финальную игру намерены занять место то есть благодаря этой игре дебатом мы завтра сможем выступать перед публикой язык будет хорошо развиваться наши разговорные навыки будут улучшаться мыслительные способности и даже если вы посмотрите на это со всех сторон в этом есть свои преимущества как любители дебатов мы хотим видеть всех будущем на этих играх что касается самого образовательного центра то здесь созданы все условия для жизни и учебы детей по словам руководства у ребят нет времени отвлекаться на гаджеты и смартфоны ведь учебный и развлекательный процесс в лагере не дает им заскучать помогаем адаптироваться создаем условия для проживания до следим за психологическим климатом в отряде детей оказываем методическую помощь вожатым ну конечно дети меняются дети идут со многу со временем да меняются дети меняемся и мы с практикой да с опытом работы я тоже уже по-другому смотрю на детей уже многое понимаю дети учат чему-то нас чему-то мы учим детей чему-то учат дети на возвращаясь к дебатному турниру победителями в казахской лиге стали команда флейм высшего педагогического колледжа города щучинск в русской лиге лучшим стал коллектив алаш прайд из того же колледжа но это не значит что теперь после окончания турнира лагерь будет пустовать совсем скоро сюда приедут ребята со всей области чтобы в прекрасной лесной атмосфере вдали от шумных городов и школьных скамьей насладиться отдыхом и обучением а помогут им в этом лучшие педагоги и воспитатели области вот и подошло к концу наше маленькое но довольно увлекательное путешествие по детскому круглогодичному оздоровительному лагерю жаздаурен здесь в горах и лесах сандоктауского района дети себя чувствуют максимально комфортно безопасно а самое главное вдали от гаджетов и современных технологий они не скучают благодаря педагогам и благодаря интересным и интенсивным программам ну а с вами был василий павлиди передача дидактика встретимся с вами ровно через две недели только на телеканале кукши и и и Субтитры подогнал «Симон»